Александр, здравствуйте! Ваш вопрос. В притче о мудрых девах кто такие продающие? Если жених — это Иисус, а мудрые и неразумные девы — это церковь, так когда придет жених, у кого неразумные должны купить масло? Этот вопрос неоднозначный, Александра, потому как продающие — это очень много ситуаций и обстоятельств. Например, когда говорится в книге пророка Исаии «кто жаждет, иди ко мне и пей», или там, по крайней мере, «жаждущий, идите и пейте», «пейте воду жизни даром», «без серебра и без платы покупайте вино и молоко». Вот, казалось бы, как покупать, если без серебра и без платы? Потому что тогда, когда мы говорим о вине, о молоке, то это что-то производное между, допустим, животным и травой. Это пропущенное через себя, это то, что становится результатом для нас, подкрепляющим наш организм, да, потому что кто-то отдал себя для переработки вот этой травы, превращая это в молоко. Поэтому тогда, когда мы с вами читаем о Христе, он питался молоком и медом, доколе не научился различать добро и зло. То есть питание, правильно выбранное, привело его к пониманию, что добро, что зло и как тратить время, куда его вкладывать. Поэтому это все цена, мы ее кладем. И они пошли к продающим, потому что они знали, что эту цену можно положить где, но не использовали время, не использовали ресурс и возможности. Поэтому тогда, когда обстоятельства вокруг нас, они сегодня есть, посмотрите, кто-то беспечно проводит время, а кто-то созидает себя. Вот это и есть работа со своим сердцем и со временем. Только там не хватит в основном-то не масла, а времени. Почему? Потому что они знали, куда пойти и даже купили. Но уже времени не было. Поэтому все принципы, которые мы с вами знаем, допустим, возьмем книгу Откровения, обращение к Ладдикийской церкви, я советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, новые одежды. То есть опять же есть какие-то атрибуты, которые потребуются при встрече с женихом. И вот чтобы это приобретать, то для этого нужно сейчас время наполнять правильным содержанием. Поэтому это может быть не просто рыночная площадь, это может быть не просто какой-то там магазинчик, куда надо сходить, а это несколько ситуаций, при которых люди знали, что он надлежит делать, но откладывали в сторону. Теперь побежали, побежали, может быть, к той же Библии, побежали к прославлению, побежали, может быть, к какому-то общению. А это уже поздно. Поэтому, друзья мои, я хочу благословить и себя, и вас способностью и пониманием, что время — это тоже ресурс, которым мы платим. Куда входит и наше благорасположение к чему-либо или к кому-либо, и наше содержание этого времени, которое мы выбираем, чтобы масло у нас не иссякло, а чтобы мы постоянно его пополняли. И это реально, это возможно. Поэтому, если вы сами, кстати, обратите внимание, после чего в вашем сердце есть вот это обогащение маслом, когда вы чувствуете помазание, когда вы чувствуете течение жизни, когда вы легко этим делитесь, когда вас трудно вывести из себя, потому что вы вошли в полный шалом, в полный мир. Через что вы сюда попали? Вот это и есть место, где вы покупаете. То есть это то, что до этого вы делали, и потому вы пришли сюда, и сейчас вы уже наполнены. И посмотрите, какими шагами вы туда пришли. То есть не будет ничего, что-то такое сверхъестественно новое. Это все, что нас окружает и что нас сейчас уже питает. И если это полноценно работало тогда для вас, то оно сработает так же и для других, но только что уже будет время закончено. Поэтому да сохранит нас Господь в этой ситуации, прийти с маслом в правильное время. Всего доброго, Александр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok